здравствуйте друзья меня зовут александра постного я рада приветствовать с основного канале закорнял светочник вы просили я снимаю кстати вот сразу небольшая ремарка вы можете не писать мне пожелание снимите про то снимите про это вот мы ждем про это я немножечко расскажу предысторию прежде чем начну рассказывать вам про хризантемы суть следующая я привожу растение в свой магазин в оффлайн магазин мистер флористер либо вернее не либо а параллельно они выставляются на в интернет магазин на продажу flors.ru соответственно я ориентируюсь на тот ассортимент который у меня есть в магазине на то что у садовников есть нового сезонного интересного то чего давно не привозила то что сейчас по хорошей цене и заодно конечно же я мониторю снимал я про эти растения ролики или нет то есть видите какое огромное количество факторов у меня держится в голове при заказе растений растение заказано прямую напрямую из голландии у меня есть доступ ко всем поэтому если еще какого-то ролика вы не нашли у меня на канале причин может быть несколько первое это растение уже есть отснято но еще просто не вышло в эфир второе я его не привожу потому что его не продают в голландии например панданусы третий момент сейчас для него не сезон ну вот как например с гортензиями до 4 я не привожу его потому что она не продается так как все-таки я занимаюсь бизнесом цветы это товар скоропорт то логично что не хочу привозить те цветы которые я списываю либо забираю домой вот поэтому вариантов может быть много соответственно если вы чего-то не нашли вы можете спросить был или нет вообще для этого есть поиск на канале если поиском на канале не находит значит ждите я не собираюсь закрывать канал уже больше 365 роликов вышло и вы представляете как количество цветов я вам уже показала и рассказала и поверьте это не предел о цветах я могу говорить вечно и и так простите за долгую прелюдию скажем так но иногда бывает необходимо и так хризантема хризантема это растение которое ну вот честно говоря не вызывает у меня особых восторгов но вот это лично мое внутреннее какое-то ощущение цветок хорош он неприхотлив он ярко красив но я просто очень прохладно отношусь к цветущим растениям и уж тем более к тем которые требуют вообще каких-то внешних воздействиях хризантема требует этих воздействий но тем не менее хризантема в горшке бывает в основном они приходят в двенадцатом диаметре горшка вот то что у меня сейчас это самый распространенный горшок кстати сейчас пишут голландцы что вот это вот полностью перерабатываемый пластик это большое достижение потому что раньше горшки в которых приходили голландские растения были неперерабатываемые мы этим вопросом интересовались то сейчас их можно сдавать переработку и беречь экологию тем самым значит что нам тут нарисовал садовник сейчас мы посмотрим там где может быть мне девочки не заклеили ценником значит что нам говорит садовник делать с хризантемой первое яркий свет то есть яркий свет это она любит она не любит мороз она не любит чтобы ее ели она любит обильный полив вот опять нам показывают а солнце и улица то есть на улицу она хорошо себя чувствует и вот здесь нарисован прям смотрите такой стул то есть как бы я так понимаю что может быть и досветка в том числе то есть она может находиться под искусственным освещением если нет вот такого у нас яркого солнышка для нее и так моя история с хризантемами личное взаимодействие ну так как я равнодушна к цветущим в принципе актем за которыми надо особо немножечко присматривать я равнодушна вдвойне я всегда была уверена что это растение букет то есть я считала так что но она цветет его можно выбросить и забыть много-много лет назад ко мне пришел мужчина покупатель на мужчины покупатели это бесценный кладезь информации кстати дорогие зрители которые сейчас меня смотрят если как раз вы по гендеру подходите под определение мужчина скажу вам сразу очень люблю читать ваши комментарии они очень вздуманные взвешенные и всегда четко по делу делитесь со мной своими наблюдениями у вас есть чему поучиться потому что вы погружаетесь в любые процессы в том числе в цветоводство прям с головой и так пришел ко мне мужчина покупатель и что-то мы с ним слово за слово и он мне наверное минут 40 рассказывал про хризантемы какой-то абсолютно неприхотливый цветок а что на цветет круглый год просто нужно ее вовремя обрезать я думаю ну ладно у меня нет оснований не верить а потом у нас работала няня младшего моего ребенка которая у которой была дома хризантема на окне и действительно она мне подтвердила в очередной раз что да все что нужно это просто обрезка больше ничего я забирала отцветшие хризантемы в очень печальном состоянии из магазина летом высаживал их сад недостаточно быстро обрастали новыми листьями и бутонами но без укрытия с укрытием они конечно вымерзают но вот о чем нам и говорит садовник что мороза они не терпят если вы на летний период времени будете выносить их на улицу они будут вам благодарны все что нужно много света обильный полив раз в неделю давайте высохнуть между поливами если у вас сломался бутончик пожелтел листик вот видите я вот стою тут и немножечко их привожу в порядок то это просто нужно своевременно убирать давайте мы посмотрим внимательно как обрезать то что я предчувствую что вопрос такие будут вот у нас хризантема если у нас отцвел вот этот вот цветок мы его срезаем вот здесь если у нас отцвели еще вот эти три мы срезаем его вот здесь видите где у нас появляются новые бутоны они появляются в пазухах листьев то есть в принципе и вот смотрите вот здесь вот бутончик лезет вот здесь вот бутончик лезет здесь то есть во всех пазухах листьев у нас появляются новые бутоны поэтому пойму вот по логике моей принцип обрезки у нас идет как у колонхой то есть мы стрижем так чтобы у нас был срез над листьями и тогда мы тем самым стимулируем появление новых бутонов то что если мы просто вот так вот отщипнем головку у нас останется вот эта палочка торчать ничего хорошего не будет если мы ее вот тут вот срежем то скорее всего появится еще новые цветоносы поэтому своевременная обрезка то есть у вас отцвел цветок своевременно его обрезайте испортился лист просто возьмите его аккуратно оторвите тогда вас растение будет ухоженная красивая вот здесь у нас сломался верхний бутончик вот так вот его оставлять нельзя то есть вот мы находим первый лист и срезаем вот так аккуратно над этим листом все тогда у нас есть шанс что из пазухи появится новый цветонос если он не появится из этого то вот у следующих точно появится и будет она долго цвести цветет как видите она очень обильно долго летом можно выносить на улицу пересаживать ее желательно только после того как она цветет причина простая когда растение цветет она все силы отдает на цветы когда мы его пересаживаем но отдает силы на то чтобы укорениться в новом месте поэтому цветы могут просто завять и для растений это достаточно большой стресс так как у меня она была только на улице вредители я на ней не замечала но могу предположить что это что-то типа белокрылки может быть на ней возможно паутинный клещ но я не уверена в этом если у вас есть опыт разведения хризантемы вы знаете кто ее любит поджирать напишите пожалуйста в комментариях я тоже буду знать и другие зрители с удовольствием почитают и пополнит свой багаж цветочных знаний на тему хризантемы значит когда она цвела вы ее вот обрезали 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 наконец она у вас отсылаться идет она несколько месяцев при правильном расположении своевременной обрезки и хорошем поливе кстати можете во время цветения и удобрять я думаю что она не откажется поскольку она в покупном грунте и она цветет ей нужны дополнительные силы как только она у вас отсылая но вас все обрезаны берете горшок плюс два сантиметра универсальную землю либо землю для цветущих растений и пересаживаете если в земле нет белых гранул или разноцветных гранул делайте перевалку для нее это не принципиально то есть я бы вот я просмотрю на ту землю в которой она сейчас находится вот честно я бы сделала перевалку не тревожи корневую систему то есть никаких могут не вижу противопоказаний для того чтобы ее убирать вернее показаний для того чтобы выбирать эту землю грунт для цветущих удобрения для цветущих много света пересадка перевалка после цветения и будет вам счастье ну и что последний вот напоследок хотелось бы обратить внимание хризантемы бывают очень очень разные они бывают у такого ромашкового плана видите то есть классическая ромашка с плоскими листиками с серединкой они бывают махровые вот эти две желтенькие они махровые что означает махровые она распустит у нее будет много-много небольших лепестков и не такая ярко выраженная середина как у ромашковой вот это вот у нас ромашкового плана хризантема но у нее очень необыкновенные интересные листики видите они свернуты у основания как трубочка прям секундочку одну то есть они свернуты и получается такая необычная форма лепестка они бывают красные белые оранжевые пестрые каких только его от розовые фиолетовые поэтому если вы захотите развести коллекцию у вас есть ли это все шансы надеюсь это видео было для вас интересным и полезным спасибо что досмотрели до конца и до новых встреч